Эти три сигнала знает каждый. Красный – стой, желтый – приготовиться. Зеленый – начинаем движение. Современную дорогу трудно представить без светофора. Сегодня он празднует свой вековой юбилей. Именно 5 августа в американском городе Кливленд появился первый предшественник современных устройств. В Рыбнице действует 8 светофоров, из них 2 железнодорожных. Изобретение продолжает технически совершенствоваться. Ламповые светофоры уходят в прошлое. Их меняют на светодиодные. Самые надежные, конечно, светодиодные. Они кушают электричество меньше по сравнению с лампами и дольше работают. Изначально светофор был предназначен для пешеходов. И, как показывает статистика, они более умело пользуются автоматическим регулировщиком, чем автолюбителем. В нашем городе с начала года произошло 20 дорожных транспортных происшествий на перекрестках светофоров. Но в основном данные ДТП происходят по вине водителей и с участием именно автомобилей с механическими незначительными повреждениями. По вине пешеходов одно происшествие. В Международный день светофора в Рыбнице сотрудники госавтоинспекции совместно со съемочной командой ЛИК-ТВ спрашивали пешеходов и водителей о значении светофора. И если о роли этого регулировщика говорили много, то о существовании праздника светофора мало кто был осведомлен. Как думаете, почему вас остановили? Не знаю даже. Честно, без понятия. Вроде ничего не нарушили. Вы ничего сейчас в данный момент не нарушили, просто день рождения у светофора, ему исполнилось 100 лет. Как вы думаете, для чего он создавался? Ну не знаю, наверное, чтобы следить за движением, чтобы не было никаких аварий серьезных. А вы часто нарушаете и ездите на красный свет? Ну блин, бывает. Конечно, непроизвольно это получается, но бывает. Знаете, почему вас остановили? Я не накрасилась. Отлично просто. Сегодня день рождения светофора, вы не накрашенная. Ну как так? Скажите, пожалуйста, 100 лет светофора исполнилось. Для чего его создавали? Чтобы не было ДТП, чтобы мы правильно катались и не ударялись, и не царапались. Акция, приуроченная к дню рождения светофора, в очередной раз напомнила и пешеходам, и водителям, что безопасность на дорогах зависит не только от светофора, а в большей мере и от самих участников движения. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, ЛИК-ТВ.